Они впервые надевают скафандры под таким вниманием прессы. Десятки фотоаппаратов и телекамер. Каждое движение членов экипажа корабля «Союз МС-09» уже в истории космонавтики. На Международную космическую станцию они отправятся именно в этих скафандрах «Сокол» с эмблемой экипажа. На эмблеме находятся горы Алтай, там есть гора Белуха, затем наш космический корабль на фоне земного шара и как символ нашего экипажа три белых лебедя. Красивые птицы, а также я летал на самолете белый лебедь и для меня это очень символично. Военный летчик Сергей Прокопьев служил на авиабазе дальней авиации в городе Энгельсе Саратовской области командиром авиационного отряда стратегических бомбардировщиков Ту-160. «Белый лебедь» – самые мощные в мире сверхзвуковые ракетоносцы. Под управлением Прокопьева этот огромный лебедь впервые расправил крылья над Красной площадью во время Парада Победы 9 мая 2010 года. «Это очень интересный полет был, также большая ответственность, много глав государств присутствовало при просмотре данного парада, поэтому сейчас это незабываемые воспоминания о том полете, очень интересная подготовка была. И надо отметить, что это был первый полет в данном виде боевых порядков для Ту-160. И очень приятно, что мне удалось поучаствовать в этом эксперименте». Теперь Сергей Прокопьев в новом для себя эксперименте. Он впервые отправляется в космический полет, причем сразу командиром корабля «Союз МС-09». В составе экипажа немец Александр Герст, для него это уже вторая командировка на орбиту, и американка Серина Аунион Ченселор. Она летит впервые. Экипаж осматривает корабль. «Надо внимательно смотреть с командиром корабля, потому что каждый корабль чуть-чуть по-другому, чуть-чуть по-разному сделан. И поэтому надо внимательно все проверить. Поэтому сегодня, конечно, для меня интересный день. Это всегда, если сидишь в твоем космическом корабле, оно для всех. Но несмотря на то, сколько раз уже летали, оно интересно, конечно». «Корабль удивительный. Это прекрасное чувство, когда садишься в свой корабль. Очень удобный. Все на своем месте». «Хорошо, флаги поднять». Экипажи полностью готовы. Им предстоит провести на орбите 187 суток. В российской научной программе более 60 биологических, биотехнологических, геофизических, технических и медицинских экспериментов и исследований. Планируется и выход в открытый космос. Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз-МС-09» намечен на 6 июня. Продолжение следует...